Впервые в Сланцах состоялось итоговое отчетное совещание Юго-Западного отдела комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Лену области. Территориально Юго-Западный отдел входит 6 районов муниципальных Ленинградской области. Это Волосовский, Гачинский, Ломоносовский, Лужский, Кенгисепский, Исландовский районы. На территории этих районов осуществляют свою деятельность в качестве охотопоездки 24 хозяйства. На территории отдела есть также общедоступные уровни общей площадью 93 тысячи гектаров, расположенные на территории Лужского, Ломоносовского и Гачинского районов. На территории есть ОПТ различных направлений. Самые большие – это заказник федерального значения Мшинское болото, а также региональный заказник Кургальский, Сяберский, Белый камень. О работе за 2015 год на совещании с докладами выступали все ведущие специалисты Юго-Западного отдела комитета. На территории Исландовского района всего проведено 110 рейдов, в том числе СЛГКУ, АХАТ-89, АХАТ-13, составлен административный протокол 17 по статье 8.37 КАП РФ. Изъято два охотничьих ружья. Передано в суд два административных дела по статье 8.37 часть 1.2 КАП РФ. Проводили совместные рейды также с ГИМС, Рыбнадзором, Федеральной пограничной службой и полицией. По итогам совместных рейдов была осуждена группа по статье 20.6 часть 3 УК РФ и составлено три административных протокола по статье 8.37 часть 2 КАП РФ. Осуществлено пять оперативных выездов и составлены акты ТТП с дикими животными. Также на совещании рассматривались вопросы с оснащением инспекторов Юго-Западного отдела комитета, новым транспортом, современной связью и техникой для борьбы с браконьерами. Сейчас сами видите, что у нас зима, бывает где-то полтора-два месяца минимум, где-то снег выпадает в январе. Снегоход, который есть, он тоже нужен, но пользуемся очень мало. И когда необходима осенняя охота, проверка, загонный охот, копытный, и выехать, проверить охотников, осуществляющих, нет возможности, так как дороги сильно разбиты, необходим квадроцикл. Наши нарушители, правила охоты, уже то, что они имеют высокопроходимую технику, это понятно, и современное оружие. Они имеют приборы ночного видения, тепловизоры. Есть уже охотники, которые имеют костюмы, чтобы эти тепловизоры их не видели. То есть уровень нашего охотника растет не по дням, а по часам, поэтому я думаю, что нам надо тоже как-то потихоньку подтягиваться к этому уровню. На итоговом совещании Юго-Западного отдела комитета также заслушали выступления сотрудников подведомственных учреждений и представителей охотопользователей. Продолжение следует...